Стопгейм, Modern Affair 3. Говорят, там куча кринжа, который я должен заценить. Я хочу обойма достоинств один день назад. Мне сказали, стоит заценить секцию про мультиплеер. Давайте чекнем. Где-то, где-то, ну там, наверное, про сюжет. Кринж, 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 сюжет. Как всегда, скука ебаная. Вам достаточно для того, чтобы понять, почему одиночная компания MV3 не стоит своих денег. А что там с мультиплеером? Так, окей. А мультиплеер это попытка усидеть на двух стульях. Он состоит из решений, которыми разработчики хотели угодить как новичкам, так и старичкам. Попытка, как я считаю, провальная. Так, 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 что такое? 3 делит общую платформу с прошлой игрой серии, и ее мультиплеер является скорее стендалон расширением к MV2. Те же режимы, те же оперативники, та же система киллстриков. В общем, всем, кто катал в MV2, оно в целом будет знакомо. В особенности, Квип. Пушки, их прокачка и обвесы. Все это перешло из сиквела в триквел. И да, самый большой арсенал в серии на две трети занимают стволы из прошлой части. Нового вооружения в игре всего 33 экземпляра, и это меньше, чем на релизе в Black Ops 4. Так, ну 33 экземпляра, в принципе, неплохо. Изменениям в мультиплеере подверглись две вещи. Прицеливание и перки. Во-первых... А, прицеливание и перки изменились. Окей. Перки. В MV3 они были заменены системой снаряжения. На оперативника можно натянуть 4 шмотки, и каждая дает преимущество. Сапоги влияют на перемещение, перчатки на стрельбу, а жилеты могут как носить боезапас, так и восполнять гранаты раз в 25 секунд. Глобальная разница... Кто любит деда, плюс в чат... О, ня, Давлет Деброва, спасибо. Со второй частью заключается в том, что эффекты от снаряжения действуют постоянно, а не активируются путем набивания очков во время матча. Что дает новичкам некоторую несущественную фору. Где что? А-а-а, он имеет в виду типа перки, окей. Во-вторых, здесь появилась так называемая тактическая стойка, промежуточный вариант между стрельбой от бедра и через прицел. Она снижает горизонтальный разброс на 50%, при этом не ограничивает твою маневренность, выполняется в два раза быстрее, чем стандартное прицеливание, а еще в тактической стойке можно стрелять во время скольжения. Что делает столкновения чуть более динамичными, но в бою помогает далеко не всегда. А еще на миникарту теперь снова имеет смысл смотреть. Если враг стреляет без глушителя, следующие 5 секунд его местоположение отмечается точкой на карте. Ко всему этому разработчики добавили два новых режима, резня и война. Первый это микс дезматча и захвата флага с одной особенностью. Сражаются между собой не две команды, а три. Побеждает та, которая останется в живых, либо захватит и удержит... Точка на карте. На все про все дается 60 секунд и три попытки. Несмотря на то, что у каждого бойца здесь одна жизнь за раунд, этот режим, наверное, один из самых комфортных для новичков. Тут и более низкий темп сражений, чем в классическом дезматче, и больше акцент на тактику и командное взаимодействие, чем на сырую реакцию. Я в этот режим ни разу не заходил, блять. И меньшее засилие трайхардов, и самое главное, карты из оригинальной Modern Warfare 2. Следжхаммер не стала совать свой творческий гений в то, что уже и так работало, и перенесла 16 релизных карт с 2009 года с минимальными косметическими изменениями во все классические режимы. Фавела все та же цветовая каша, в которой хрен что разберешь. Андерпасс все тот же рай для средних дистанций. Раст это, ну, раст. Все та же мясорубка для набивания фрагов гранатами. И за них можно голосовать в начале матча. Забытые технологии древних. Я не буду описывать то, насколько эти карты продуманы. Вместо этого просто скажу, что это, наверное, единственная причина остаться в мультиплеере MV3, а не сносить его к чертовой матери. Потому что оригинальный контент Следжхаммера это какой-то срам. Новый режим Война. Появлялся только в колде 17-го года. Формально это комбинация штурма или линии фронта из батлы. Две команды, атака и защита. Одна пытается двигать линию фронта, другая хочет ей помешать. На первом этапе мы либо удерживаем, либо захватываем точки. На втором сопровождаем, либо задерживаем танк. На третьем запускаем, либо отключаем ракеты. Фактически же это режим, в котором атакующая сторона всегда выигрывает. Из более чем 10 каток за каждую... Нихуя подобного. Я так держал точку, я всегда ебал атакующую... Сторону победу защиты я видел всего трижды. И ни разу на втором этапе. У атаки есть танк, который большую часть времени не дает оппонентам высунуться. На карте, которая целиком состоит из бутылочного горлышка. Карта в этом режиме, кстати, всего одна. У защиты из контрмер против... На хуй он, блядь, в танк стреляет на всех кадрах? У него, блядь, на чём показывают? Там нужно на турели садиться, у него, сука, на хуй он в танк стреляет. Танка в возможность строить стены, бараки, ежи и пулемёты. Сомнительное подспорье против махины, которые по КД херащат в твою сторону фугасом из пулемёта. Но самая большая проблема мультиплеера МВ-3 заключается в том, что новичку здесь нет места вообще. Новичку нет места вообще? Мало того, что система прогрессии в мультиплеере колды не располагает к новой аудитории... Нихуя! Так перенос прокачки из прошлой игры делает разрыв между двумя категориями игроков совершенно чудовищным. У старичка уже открыта куча стволов и обвесов. С ними он играл весь прошлый год, к ним он привык, и через них имеет значительные преимущества. У новичка же нет ничего, кроме пары начальных стволов. Как думаете, к чему... Нихуя себе! Бля, этот аргумент мне приводил в своё время булжа, типа, меня заёбывают, я захожу в колду, у всех пушки прокачаны, типа, меня ебут. В плане... В колде всё работает на системе противовесов. Ты плюс к отдаче, минус к чему-то. Плюс к чему-то, минус к чему-то. Изначально у тебя просто голый ствол, но у него урон, блядь, абсолютно такой же. Ты просто, блядь, играешь, открываешь прицел и всё хуйню. В этом же и смысл Call of Duty, то, что, типа, всё качается до ходу. Это, блядь, это такой странный аргумент. Ну, типа, ну давайте просто все навесы у всех будут изначально открыты, не будет никакой прокачки. Тогда какой смысл играть, блядь, это вообще хуй знает. Это всегда так странно. Му это приведёт. Типа, в колде нужно убивать из пушек, чтобы они качались. Ну да. Ну и у тех, кто играл в прошлую часть, у них перенеслись пушки с прокачкой. Но, как правило, в колде, если у тебя прокачана пушка, ты на ней не играешь. Потому что твоя пушка, она уже прокачана. Ты... В этом нет смысла. Я бог. То есть, я вам сейчас расскажу, как колда работает. Ты заходишь, прокачал пушку, всё, ты, блядь, забыл про неё до конца своей жизни. Ты идёшь следующую пушку качать, потому что кайф колды в том, что ты убиваешь с пушки, у тебя постоянно не что-то новое открывается, ты экспериментируешь с ней. А если у тебя всё открыто, ты не играешь с этой пушкой, потому что она банальна, всё, ты, ну, типа, не качаешь её. Явно не к этому. Погоди, что? Олов, как думаете, к чему это приведёт? Я под обстрелом! Оглушающая граната! Но он спокойно типов убил, даже не прокачанной пушкой, я не вижу здесь проблем. Явно не к этому. Ну, а робкая попытка разработчиков сгладить этот разрыв, разумеется, ни к чему не привела. Увеличили хп... Какой разрыв, блядь? Ты в любой Call of Duty зайдёшь, челы, нахуй, за первые сутки все пушки прокачали. В чём разрыв? Они одинаковый урон наносят, и так... Блядь... Ааа, ладно, это... Ну, окей, окей, ладно. Со ста до 150, а новички как дохли, так и продолжают. Блядь, Call of Duty это самый простой шутер, нахуй, на рынке. Какие новички страдают? Это, блядь, самый аркадный простой шутер, который есть в индустрии. Там буквально просто нацелился и стреляешься, игра всё за тебя, нахуй, делает. Что такое? Какие... Бля, это уже не первый видос, кстати. По-моему, были обзоры и на МВ2, что колда... И, по-моему, даже от Стопгейма, что колда это, типа, шутер, в котором реально нужно шарить, как тут... Это реально непростая игра. Блядь, я каждый раз эту хуйню слышу, это всегда так смешно. Call of Duty это самый доступный шутер на рынке. Он, блядь... Ты просто реально ребёнку дашь, он через секунду уже играть научится. Какие ебаны... Какие, блядь, там... Для каких-то старожилов игра новичкам тут не место. Ебать, она такая простая. При этом и Core Аудитория увеличенному ТТК осталась недовольна. Кстати, перенос старых пушек... Какая Core Аудитория, нахуй, весь твиттер сейчас эти киберкотлеты сидят, нахуй, кончают от ТТК и от того, какой мультиплеер пиздатый. К их прогрессии полностью убивает новые, так как при наличии прокачанных стволов из МВ2 ты не захочешь брать пусть и новую, ну вот. Это обзор от того же чувака, что и в прошлом году? Блядь, нахуя они ему ещё раз этот обзор дали? Он, блядь, в прошлом году уговорил, что МВ2 это игра, блядь, для супер-мега-потничей. Погодите, что, что, блядь? При этом и Core Аудитория увеличенному ТТК осталась недовольна. Кстати, перенос старых пушек и их прогрессии полностью убивает новые, так как при наличии прокачанных стволов из МВ2 ты не захочешь брать пусть и новую, ну, голую пушку без обвесов, ради которой надо ещё погриндить. Блядь, что? То есть, при наличии прокачанных стволов из МВ2, ты не захочешь играть с новыми стволами, потому что их нужно прокачивать? Погоди, чего, блядь, нахуй? Это же весь прикол. Кулов Дьюти появляется новый ствол, ты, блядь, его качаешь, открываешь навесы, прокачиваешь все там скины, идёшь к следующему. Блядь, это чел вообще не понимает, нахуй, в какую игру он играет. Сука, это просто, это же главный кайф, ебать. То есть, он хочет сказать, что вот это новое оружие, о, блядь, его снова качать. Так в этом, блядь, и суть, что ты новое оружие качаешь. Поэтому в каждом сезоне новые пушки добавляешь, чтобы, блядь, ты их качал, чтобы было что качать. Ёб твою мать, какой же дурак ебаный, господи. О, я, я знал, что стопгейм упал, но, блядь, настолько это пиздец. У меня это так и произошло. Увидев свой старый вкачанный ствол из МВ2, я сразу перек... Блядь. ...ключился на него. И, конечно же, это не помогло. Большую часть проведенного в мультиплеере времени я наблюдал за тем, как Трайхард доносится с какими-то безумными сборами. Чё за хуйня? Он жалуется на ТТК, при этом показывает футаж, где он выпустил пол магазина и ни разу не попал в чела, а тот его убил за носа. Да, да, да. Мне, блядь, чел рассказывает, что Call of Duty не для новичков. И, кстати, я зашел, там что-то новые стволы какие-то. Да нахуй у меня прокачаны из МВ2, нет смысла качать новые. Блядь, Call of Duty... Он так говорит, как будто Call of Duty это игра, в которую ты на победу играешь. Типа, что... О, ебать, я один ствол собрал, другие вообще нахуй не трогаю. Блядь, я просто ебаный ропал. Блядь, это просто такая смешная хуйня. Это реально тот же чел, который в прошлом году загонял, что колда это, блядь, шутер для кибер-котлет, пиздец. Не, ну... Я так понимаю, Стопгейм... Ну, видимо, у них авторов уже очень мало, типа, я хуй знает, видимо, давать колду было некому. Орками под скинами спауна, хомлендера и анимешного Дракулы и просто не дают мне шанса. Так что эта часть колды явно не подойдет тем, кто хочет впервые или после долгого перерыва вкатиться в ее мультиплеер. Блядь, чел, ты... Я не знаю, то есть СБММ рассчитан на то, что челы вроде тебя, ну, им попадаются челы вроде тебя. Но походу СБММ колды даже тебе вообще никого не смог найти. Я прошу прощения. Единственный плюс, Ладжхаймер явно понимала, что просто перенести пушки это перебор. Поэтому дала возможность безболезненно вкачать любой доступный ствол. Прогрессия оружия стала общей как для мультиплеера, так и для зомби-мода. Так навсегда общей была, блядь. Зомби-мод. За его разработку, как обычно, отвечала студия Триярк. И он подвергся самым большим изменениям по сравнению с прошлой своей итерацией. Блядь, чел, пушки не хочет новые качать. У меня до сих пор, блядь, я нахуй, я вообще оружие из МВ-2 нахуй не трогаю. Мне так нравятся. Там новые пулеметы, автоматы, вся хуйня. Она оперативник. Блядь, сука, ёбан. Обзор Стопгейма. Блядь, это такая смешная хуйня. Блядь, реально, реально. Блядь, это буквально, знаете, я зашел в Battlefield 3 какой-нибудь, прокачал начальную М-ку, и все, я нахуй вообще такое оружие не трогаю. А хули, оно же не прокачано, это же дисбаланс, блядь. Я просто нахуй... Блядь, ну это всегда так смешно. Типа, блин, мне так жалко этих людей. Они, видимо, вообще не знают, ну, как игры работают, там, что, шутеры, там, прогрессия, да, как работает прокачка оружия, вот это вот с этим... Э, новое оружие добавили, а я с ним нахуй не играю, блядь. Сука, блядь. В 3 этот режим, по сути, варзона, скрещенная с механиками из зомби. С одной стороны, многие ключевые элементы второго остались без изменений. Банки с пи... Ну да. ...перками улучшайзера оружия, таинственные ящики, батл-пикапы, магазины на стенах будут вам непременно знакомы. С другой стороны, теперь все эти элементы существуют в рамках совершенно иного геймплейного цикла. Снаряжаешь своего оперативника в вылазку, высаживаешься на огромной открытой карте, стреляешь в зомби... Совершенно новый геймплейный цикл, пацаны. ...выполняешь контракт, ищешь более качественное снаряжение, собираешь лут в инвентарь, вывозишь все это через точку эвакуации, взамен получаешь опыт для прокачки ранга, пушек и боевого пропуска. Блин, совершенно новые. Совершенно новые. Систему раундов заменили 3 области на карте. Блядь, самое смешное, то, что он говорит, что это совершенно новое, хотя вот это как раз-таки спиздили из прошлогоднего ДМЗ, но я так понимаю, что... Забейте. Простая, средняя, сложная. И в каждой ты получаешь соразмерную награду и соразмерную же по здоровью и разнообразию живую мертвичину. Блядь, ну это самая ленивая поверхностная хуйня. Ну, в принципе, то, что я ожидал от обзоров Стопгейма, как правило. Потому что... Ну, обзоры Стопгейма поставлены на поток и... Не всегда попадаются игры людям, которым они подходят. Самый гейский гей. Прогрессия строится, исходя из этого. Выполняешь контракты в одной зоне, получаешь в награду местную валюту, перки и снаряжение, прокачиваешься и тем самым упрощаешь для себя нахождение в другой. Вывезенное снаряжение сохраняется... Не, ну типа, как можно обосраться во время обзора мудрофер 3? То есть там, блядь, вообще нихуя не добавили. Там просто... Ладно. ...меняется между вылазками, так что успех... Дед, обзоры колды на Стопгейме всегда были проблемными. Блядь, ну да, но... Почему они ничего с этим... Не, ну окей, это дает мне контент, мне похуй. ...в одной автоматически упрощает тебе следующую и позволяет мне... Чел, блядь, с пушками играет из МВ2. Говорит, новые качать... Ладно, окей, все просто, ссори. ...меньше побираться по пустым домам и больше выполнять контракты. А вот если умрешь, потеряешь все с чем пришел и следующий забег начнешь со стартовым снаряжением. Звучит может и хардкорно, но по факту сильно сглаживается тем, что любой игрок на карте может в любой момент тебя поднять. Зомби мод в колде для меня всегда отдавал каким-то вайбам Дарк Соулс, конкретно в аспекте поиска пасхалок, когда игроки целом комьюнити пытаются разгадать скрытый сюжет и его связь с прошлыми играми серии. И в МВ3 зомби мод стал напоминать его еще больше. Теперь уже в аспекте так называемого Джолика Оперейшена. На карте есть Куча других игроков и ты неизбежно будешь образовывать с ними временные союзы. Поднимать друг друга, обмениваться припасами, помогать выполнять контракты и тому подобное. А еще пытаться тем или иным способом коммуницировать с ними без голосового и текстового чата. Они здесь есть, но большая часть игроков попросту отключены. Так че, у тебя самово, блять, отключил чат, у тебя, у тебя самово чат отключен, ты наушники. Кооператив в этом режиме традиционно играет огромную роль. В одиночку выполнять активности здесь гораздо сложнее, чем в группе. Поэтому... Блять, ему нахуй прям в этот момент тиммейт написал сэнкс. Сука. Там че... Как можно отключить чат в колде, блять? В смысле чат отключен? У тебя самого нахуй войс отключен, блять, че, сука, это просто... Аааа, это просто... Бляаааать. Нахуя? Ну, нахуя он это в сценарий-то вставил? Ну, в чем был смысл этих, блять, строчек? Ну, типа, нахуя? Ну, ну, он просто... Он просто сидит и такой, типа, блять, впишу эти строчки в сценарий и вставлю футаж, блять, где текстовый чат есть. То есть, погодите, он реально такой, типа, да, запишу в сценарий то, что в игре нет войсов... Ну, войс чат у всех выключен, и то, что текстовый чат тоже. И вставлю футаж, блядь, где у меня самого он, нахуй, выключен, поэтому я никого не слышу, где мне пишут в текстовом чате, чел, сэнкс, нахуй, блядь, просто, нахуя, вот, типа, в чём смысл, ну, было бы на 2 секунды, короче, видео, нахуй эти строчки были бы в сценарии, ну, в чём был смысл, блядь. Каждую вылазку игра формирует отряд из трёх человек. Они делят эффекты батл пикапов, получают общую награду за контракты и, в целом, имеют больше вариантов взаимодействия и помощи друг другу. И этот кооператив сильно расходится с концепцией сюжетных этапов. У местного зомби-режима, как и раньше, есть определённая сюжетная линия. Она продолжает историю с Black Ops Cold War и в этот раз связана с персонажами из Modern Warfare. Для того, чтобы по ней продвигаться, необходимо выполнять так называемые сюжетные этапы. Это набор челленджей, которые можно проходить в любом порядке и которые открывают мини-квесты, развивающие историю. И если твоя группа состоит из рандомных мимо-крокодилов, сюжетные этапы ты, скорее всего, будешь выполнять в одиночку. Вот я наткнулся на автоколонну, которую мне в рамках мини-квеста нужно размотать. Она не отмечается как контракт, соответственно, для моего тиммейта не представляет никакого интереса, потому что награды здесь он не получит. Я вываливаюсь из машины и начинаю стрелять. Напарник не понимает, зачем я это делаю и выбегает. Кооператив окончен. Я пошел в кооператив с рандомами, и мне не понравилось. Блядь, чел, ты бы еще в Тарков нахуй пошел, типа, с рандомами, которые бы тебя ебнули на респе и спиздили весь твой лут, блядь. Я зашел с рандомами в кооператив, и они не понимают, что я хочу делать. Блядь, ты че, рофлить, заведи себе друзей, я хуй знаю. Блядь, неужели в стоп-гейме не было бабок, блядь, на три копии колды, чтобы нормально обозреть кооператив и посмотреть, че там есть, блядь. Он, блядь, он даже не дошел до сюжетных миссий, которые там есть. То есть у него, блядь, там операции... Да он вообще ничего не сделал, у него, блядь, все операции пустые, и он ноли тапов выполнил, блядь. На магазины на стенах, если в первой попавшейся халупе я найду кучу бесплатных. То есть ты зашел в кооперативный режим с выключенным войсчатом, без друзей, и тиммейты тебя не поддержали там, они не поняли, что ты хочешь. Нихуя себе. ...пушек. Зачем нужны эти бесплатные пушки, если в меню снаряжение... Ну, блядь, у него на всех футажах, блядь, наушники зачеркнуты, вот, блядь, у него выключен войсчат, блядь, он его себе вырубил. Типа, блядь, он вырубил себе войсчат и говорит, что у него кооперации нет никакой. У меня постоянно тиммейты там пиздят, у них там встречают другие отряды, тоже пиздеж постоянно идет, что-то, ну, интересно там корешиться с какими-то американцами. Он нахуй себе все отключил и сделал... Блядь... Неужели он не заметил это? Ну, типа, он не заметил это? Никто не заметил во время монтажа, во время, там, написания сценария, что-то... Блядь, был выключен войсчат. ...пушек, я могу взять с собой штатную из мультиплеера, которая в процессе будет еще и прокачиваться. Зачем забивать... ...наушники, блядь... ...пушекать инвентарь хламом, а после искать обменник, чтобы его продать, если за любой контракт я получу значительно больше ценного лута. И при всем при этом отсутствие главного элемента варзоны, пвп, делает режим гораздо скучнее. Ха-ха-ха, блядь, чел вертолетный. Сука. Так это зомби режим, в нем ты убиваешь зомби. Варзона доступно для тебя, 5-го числа выйдет вообще там апдейт под МВ-3. По карте бегает куча игроков, но взаимодействовать с ними ты можешь только в рамках вот этого вот нетоксичного сотрудничества. Поднять раненого, обменяться шмотками, скооперироваться в зоне эвакуации. Ты можешь вообще с ними собрать один большой отряд и пойти выносить самые топовые зоны, типа ебашить самых топовых зомбей в красной зоне и добывать самый пиздатый лут там. Ну, если бы ты включил войсчат, ты бы, наверное, догадался, что можно разговориться с другим сквадом и собрать пати из шести. Я, кстати, не знаю, можно ли больше, чем шесть человек. Типа заходите отрядом в шесть, находите другой отряд из трех, заходите отрядом в три, находите другой отряд из трех. И ты им по войсчату говоришь, типа, ребят, го, объединимся, юнайт. И они такие, окей, нажимаешь одну кнопочку и все, у вас огромный отряд, вы ебать нахуй кортежем едете в топ-зону, там ебашитесь, блять, в супервейс... Ну, ладно. Это интересно на первых порах, но после десятка вылазок мне показалось, что зомби-моду больше нечего мне предложить. Но если бы ты сюжетные миссии повыполнял и продолжил сюжет, прошел этапы, наверное, был, но у тебя не было друзей, чтобы это сделать, так что... Да, зомби-режим говнокста. Все эти взаимодействия с игроками я уже проводил и не раз, все эти контракты я выполнял и не раз, все эти точки интереса я зачищал и не раз. Пвп помог бы разнообразить геймплей, создал бы элемент непредсказуемости и новые варианты взаимодействия между... Бля, колду МВ3 можно обосрать за многие вещи, но это, это, бля, это феерично, пиздец. ...группами игроков. А чтобы деяния киллеров не оставались безнаказанными, ради баланса можно вполне сделать какие-нибудь отдельные контракты, посвященные охоте за головами. Убил игрока, за твою голову назначается награда и охотиться начинают уже на тебя. Режим столба опасней и веселее. Блин, был бы такой режим, да. Возможно в следующих сезонах ситуация изменится, возможно там появится пвп и глобальное преображение режима в форме одной большой карты с кучей игроков наконец-то раскроется. Этого я пока не знаю. Чтобы открыть следующий сюжетный этап, мне нужно выполнить пару десятков испытаний. За 12-50 минутных вылазок я успел сделать едва ли треть от этого числа, и при этом режим лично для меня себя уже исчерпал. Бля, ну я реально, ноль негатива советую этому автору стопгейма найти друзей. Время подводить итог. Modern Warfare 3. Игра, которая состоит из кучи элементов, взятых из прошлых частей, при этом каждый элемент в том или ином виде. Ну реально, мультиплеер действительно не для всех. Мультиплеер только для... Ну реально, вы слышали, пацаны? Я сам-то киберспортсмен, поэтому я в колду играю, качаю там новые пушки, ультра дисбаланс, но я все равно их качаю. Это, понимаете, ну в колде качать новые пушки, это для потничьей. Это, ну те, кто нормальные чела, они с прокачанными уже бегают. В виде недоработан. Одиночная кампания, наполовину Warzone с ботами, наполовину линейные эпизоды, которые по уровню постановки не дотягивают даже до Vanguard. Самый большой арсенал на две трети состоит из пушек прошлой части. Режим зомби стал жертвой экспериментов и имеет кучу конфликтующих систем. Режим война, игра в одни ворота. Режим война, игра в одни ворота. Не знаю, чел. Видимо, ты оборону просто плохо держал. Ну, как мы помним, он, блядь, по танку стрелял, хотя ему, блядь, значок показывает, что танку похуй. И там нужно турельки ставить, которых ты этот танк разъебываешь. Ну ладно. В целом, несмотря на чатные попытки, сделано не для новичков и подойдет только Трайхардам в прошлой части. Трайхардам? Пацаны, только для Трайхардов. Пацаны, колда официально только для Трайхардов. Трайхарды плюс в чат. Мы чисто Трайхарды. Колда реально для Трайхарды. Блядь, сука, второй год подряд одному и тому же челу дают, который нахуй играть не умеет. И он постоянно говорит, что колда, блядь, для Трайхардов, сука. Хотя это самый казуальный шутер на рынке. Это буквально шутят про колду, что, блядь, одну кнопку зажал прицел, другую стрелять. Все, блядь, ты научился в колду играть нахуй. Любой человек может взять контроллер или, блядь, клавиатуру и будешь играть в колду. Для Трайхардов, блядь. Не, ну это, конечно, не CSGO. В части. А единственная положительная вещь во всем этом безобразии, карты из оригинальной МВ2, чужой интеллектуальный труд, который нынешние разработчики с минимальными косметическими изменениями просто воспроизвели. Стоит ли подобная работа ценников 70 долларов? Я считаю, нет. Заслуживает ли она оценки выше... Да буквально Dark Souls мира шутера. Да ебаный в рот. ...мусор, ответ аналогичный. Знаете, в чем единственное светлое пятно во всем этом мраке? Так, так. В том, что хуже Activision теперь уж точно не сделает. Верно? Не, ну чел. Че, чел. Я уверен, что Stop Game тоже хуже обзор на колду больше не сделает, сука. Ну, бля, ну это просто пиздец. Типа, я не знаю, но это... Типа, обосрать колду можно за многое. Там, ну, блядь, Reels Card, там вся хуйня. Ну, блядь, то, что... Блядь, пушки новые надо качать. Сука, я блядь. Это самая смешная хуйня. Верно? 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 Блядь, это потешит. Это по-своему потешит, дорогие друзья. Это смешная хуйня. ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО.ПО-ПО-ПО-ПО